Информационный вечер на канале Регион открывает наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте! Итак, стали известны подробности инцидента в доме номер 40 на Максима Горького. Напомним, накануне в подвале пятиэтажки был обнаружен схрон боеприпасов. Территория была отцеплена, но и сегодня полицейские предоставили нам оперативные кадры. В ходе совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по Оренбургской области и УФСБ было установлено, что патроны травматические, газовые, предположительно переделанные под боевые пистолеты, принадлежат 25-летнему жителю города Оренбурга, в квартире которого также было обнаружено оружие и порох. У кого молодой делец приобретал оружие, но и главное для чего, еще предстоит выяснить правоохранителям. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия и боеприпасов». Подозреваемый взят под стражу. Пять уголовных дел и десять месяцев расследования. Дело Валерия Питанова передают в суд. Почти за год следствия бывшего руководителя Оренбургского городского отдела МЧС успели обвинить сразу в нескольких преступлениях. Следователи докопались до эпизодов, которые произошли еще в 2009-м. Какое наказание грозит экс-руководителю и в чем его конкретно обвиняют? Ольга Патрушева выясняла подробности и одной из первых посмотрела любопытное видео задержание. Мы находимся в городе Оренбурге сегодня 10 сентября 2015 года. Мы начинаем неотложные следственные действия. Его задержали прямо на рабочем месте. После досмотра кабинета обыскали служебный автомобиль. Как оказалось, бывший руководитель городского МЧС ездил на нем сам, без водителя. Объектом осмотра является автомобиль Александр Хальмера. Почему открыт? Не открывали? А я никогда не запомнил. Куча визиток, документов, ничего не нашли. А вот при досмотре содержимого карманов Питанова следователи наткнулись на весьма интересные вещицы. Несколько листов странные по форме, да и по содержанию. Молитвы трех разных религий, но ни они, ни даже многочисленные обереги не помогли Питанову в ходе следствия. Три следующих месяца Питанов провел в СИЗО. Потом его выпустили под залог в полмиллиона. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. На бывшего спасателя завели сразу пять уголовных дел. Злоупотребление должностными полномочиями, неоднократное получение взятки за свое бездействие, незаконное участие предпринимательской деятельности и наоборот воспрепятствование законной. Следователи нашли в его фотографии преступные факты, давность которых шесть лет. В 2009 и 2011 годах Питанов создал две коммерческие организации, которые занимались установкой, обслуживанием систем пожаротушения, оповещения и эвакуации при пожаре. При этом данным организациям Питановым было обеспечено преимущество на рынке оказываемых данного вида услуг. Руководителем по бумагам являлась жена, но фактически Питанов. Клиентов, которые не хотели заключать с его фирмами договоры, он запугивал, намекая, у них будут большие проблемы по части пожарной безопасности. Были у спасателя и другие бизнес-увлечения. Питейное заведение, где директор тоже как бы не он, но вот видео подтверждающее. Обвиняемый в кафе захаживал не как рядовой посетитель. Бармен ему отчитывается, о выручке. Должность главного спасателя города, по версии следствия, вообще открыла широкие возможности для заработка. К примеру, за два года он получил больше полумиллиона рублей от предпринимателей, пообещав. Их пиротехнический бизнес избежит проверок. Что думает об обвинениях сам Питанов неизвестно. Он отказался давать показания, соответственно и вину не признал. Ольга Патрушу, Дмитрий Примачек. Наше время. Ну и добавлю, это не единственный уголовный скандал в структуре местного МЧС. Петр Иванов, который смог отстоять в суде свою должность начальника управления, по-прежнему обвиняется в халатности допущенной при ликвидации чрезвычайной ситуации на трассе Оренбург-Корск. Как нам сегодня заявили следователи, дело Иванова передали в Нижний Новгород. Теперь им будет заниматься Следственный комитет по Приволжскому федеральному округу. Ну и теперь о происшествиях. Тройное ДТП. Сегодня на улице Чкалова в районе дома номер 32 не разъехали сразу три автомобиля. Toyota Camry, Infiniti и Lada Calino, за рулем которой был таксист. Масштабное столкновение стало причиной серьезной пробки. Чтобы разрулить последствия аварии, на магистрали несколько часов дежурил регулировщик. В предварительной версии Калина двигалась с улицы 60 лет Октября в сторону Уральской. При перестроении не уступила водителю Infiniti, ну а тот, в свою очередь, влетел в стоявшую на светофоре Toyota. Правда, вот версия самого таксиста сильно расходится с официальной. Кто кого зацепил на самом деле, выяснят люди в форме. Радует то, что несмотря на сильную искореженность авто, обошлось без жертв. Есть ли садоводам место на рынке? Этот извечный вопрос поднимается из года в год каждый дачный сезон. На днях в сети появилась информация, якобы оренбургским дачникам нет возможности реализовать свой продукт. Администрации рынков берут большую плату за места, ну и к тому же лабораторные анализы местных фруктов, овощей и ягод обходятся пенсионерам в копеечку. Так ли это? Ситуацию решил прояснить Иван Бер. С утра и до позднего вечера тротуар рядом с рынком Руси занят дачниками и их продукцией. По словам пенсионеров, на рынке для них места нет, поэтому они вынуждены торговать где придется. Скоро большой урожай огурцов и меду. И нам надо побольше места, чтобы все люди спокойно могли разместиться и положить. Там же будет и зелень, и, допустим, у кого-то петрушка, укроп, ягода. Надо как-то хотя бы с метра давать место. А на рынке мы на этом маленьком не уместимся. Итак, из года в год со своими столами и заимствованными деревянными ящиками с рынка пенсионеры и дачники в два ряда оккупировали пешеходную дорожку на улице Салмышской. На вопрос, почему не торгуете на рынке, который находится совсем близко, говорят, не только тесно, но и дорого. Лаборатория с нас будет брать за каждое, что мы торгуем, за каждое будет брать лабораторию. Это будет за место заплатить и за анализ это будет очень дорого. Люди, которые столько вкладывают в дачу, удобрения, навоз дорогой, лопаты ломаются, шланги, автобусы дорогие, бензин дорогой. У нас бензин очень дорогой, поэтому невыгодно будет торговать. Несмотря на то, что продукты не проходят проверку в лаборатории, местные покупатели относятся к ним без опаски. И даже наоборот, берут охотнее, чем в магазине. Конечно, больше усваивают. Это наша природа, нашего организма. Земля наша нас кормит. А что там турецкая или там за границей? Наши лучшие. За день садоводы зарабатывают в районе тысячи рублей. Доход небольшой, учитывая затраты усилий на выращивание овощей. А потому платить за место и терять часть заработка никто не хочет. Мы обратились к администрации рынка и выяснили, дачникам всегда рады. Кроме того, есть и места. И оплата, мягко говоря, не обременительна. На рынке у нас солнце они не хотят сидеть. Место у них есть. Есть прилавки. Если хотят, пожалуйста, пусть на своих ящиках заходят и торгуют. Получается, что проблем с торговлей, по крайней мере, на рынке Русь, у дачников не возникает. Все условия, кроме Тинька, еще и платить за место, как выяснилось, не надо, в отличие от других точек. А что, никто не гоняет с тротуара? Здесь я вам не отвечу. Скорее всего, нет, потому что они сидят все здесь. Никому не платят, если они зайдут и к нам, кстати. Как шел разговор, что мы собираем деньги. У нас дачники сидят бесплатно. Мы поборы не делаем. Видимо, дело в привычке и в личном нежелании иметь какие-то отношения с рынком. А тут и тени, и покупатель, и независимость. Иван Берб, Владимир Семенов. Наше время. Ну и ситуацию нам сегодня прокомментировал директор Оренбург Торгсервиса Юрий Колбанев. На рынках города на этот год 1503 места. Из них более 700 бесплатных. Остальные льготные категории. Самые дорогие места, которые просят с дачников, это вместе с предоставлением места, то есть берутся деньги за уборку, за санветэкспертизу, составляет 50 рублей. Кроме того, в администрации города настоящим дачникам всегда рады, а вот псевдосадоводов обещают наказывать. Так называемые дачники сидят вдоль тротуаров, говорят, что это выращено у нас, хотя видно, что в Оренбурге такой продукции просто быть не может. Те дачники, которые в апреле месяце начинают торговать помидорами, якобы степлец, те дачники, которые не имеют дачных книжек и не могут их предоставить. Да, с такими дачниками будет вестись борьба. Роспотребнадзор сегодня нам дал официальный комментарий по заболеваемости менингитом. Очаги распространения вируса зафиксированы в 10 детских садах Оренбурга, одном Оренбургского района, а также в одном оздоровительном лагере. Причиной вспышки заболевания специалисты называют занос инфекции в коллективы больными, у которых не появлялись симптомы. Медицинский персонал банально не доглядел, допустив контакт носителей вируса с остальными детьми. На сегодня сирозным менингитом заболели 24 человека, однако это число может быть куда больше. Еще у нескольких дошкалят диагноз пока не подтвержден, поскольку не закончены лабораторные исследования. На этом пока все новости. Сразу после эфира смотрите наш выпуск на сайте 56nv.ru. Вернемся в эфир уже в 8 вечера. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова